Доброе утро! Сегодня 20 июня, четверг, в студии Узданат Магомедова. Сегодня прямая линия с Владимиром Путиным. Накануне президент провел совещание с руководством своей администрации, а также крупнейших телеканалов. Для Путина это уже 17-я прямая линия. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, программа пройдет в устоявшемся формате. И основное внимание глава государства уделит именно ответам на вопросы граждан. При необходимости, как это уже было в ходе предыдущих эфиров, Владимир Путин будет выходить на связь с главами регионов и министрами. Сейчас президент изучает справочные материалы, которые ему в преддверии линии присылают министерства и ведомства. И тоже связывается с ответственными лицами. Ну а число обращений Россия на прямую линию с Путиным тем временем перевалило за миллион. Больше половины вопросов задали по телефону. Также много обращений поступило по СМС. Активно используется и интернет, сайт программы и социальные сети. Самые популярные вопросы по-прежнему касаются социальных проблем, образования, медицины и внутренней политики. Напомним, что трансляция начнется ровно в полдень в эфире телеканалов Первый, Россия-1, Россия-24, НТВ, ОРТ, МИР, радиостанции Маяк, Вести-ФМ и Радио России. Прямую линию также можно посмотреть и в соцсетях. Сразу в семи регионах страны проходят массовые обыски по делу о финансировании террористов. Раскрыта целая подпольная сеть, которая успела собрать не менее 8 миллионов рублей для членов ИГИЛ. Спецоперации сотрудники ФСБ и МВД провели в Московском регионе, а также в нескольких республиках Северного Кавказа, отметила официальный представитель Следственного Комитета России Светлана Петренко. Члены террористической организации из числа российских граждан, находясь на территории Сирийской Арабской Республики, организовали финансирование ее террористической деятельности. Для этого они привлекли жителей Республики Дагестан, организовавших в ряде субъектов России сбор денежных средств посредством переводов с помощью платежных систем и банковских карт. Первый заместитель председателя правительства Анатолий Карибов и вице-премьер Владимир Лемешко приняли участие в очередном заседании Совета при полномочном представительстве президента России из Северокавказском федеральном округе, прошедшем в Москве. Под руководством Александра Матодникова рассмотрены вопросы доступности и повышения качества дошкольного и общего образования, занятости населения. В 2019 году запланировано строительство 30 новых профильных объектов. Вместе с тем есть риски, что сроки ввода некоторых школ, детсадов и ясли будут сдвинуты. Несмотря на позитивную динамику в развитии промышленности, туризма, социальной сферы, тема безработицы в округе до сих пор остается одной из самых актуальных, подчеркнул Александр Матодников. Вместе с представителем Министерства труда и социальной защиты населения России рассмотрены меры по содействию занятости населения в регионах Северного Кавказа. Правительство республики запустило проект по поддержке местных инициатив. Аналогичная программа под названием «100 школ» уже успешно реализована в Дагестане. На этот раз региональный бюджет поддержит меценатов в строительстве и ремонте объектов социальной инфраструктуры. Средства инвесторов будут направлены на детские сады, поликлиники, остановки, дороги муниципального значения. Ответственность за реализацию проекта возложена на Министерстве экономики и территориального развития Дагестана. Торжественное открытие отдельного поста добровольной пожарной охраны прошло в Кизлярском районе. Глава муниципалитета Александр Погорелов отметил, что добровольная пожарная команда сельсовета Косякински является одним из подразделений, способным самостоятельно ликвидировать пожары на территории обслуживаемого муниципального образования. В свою очередь начальник главного управления МЧС России по республике Нариман Казимагомедов отметил, что опыт ведущих стран мира показывает, что без создания добровольной пожарной охраны, без вовлечения граждан в дело по профилактике и борьбе с огнем, эту задачу не решить. Сегодня в вузах России официально стартует приемная кампания. Этой теме была посвящена пресс-конференция ректора ДГУ Муртузали Рабаданова. Он отметил, что прием документов у абитуриентов, поступающих на первый курс, 20 июня начинается и в Дагестанском государственном университете. В этом году в ДГУ объявлен прием по 34 направлениям бакалавриата, двум направлениям специалитета и 24 направлениям магистратуры. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. На них приходится 44 пациента всех летальных случаев. Основные причины развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, это употребление табака и воздействие вторичного табачного дыма. Как избавиться от этой пагубной привычки, рекомендует заведующий отделением Республиканской больницы восстановительного лечения кистоман Халил Баинова. На сегодняшний день предлагается множество способов, как быстро бросить курить. Все они разные, могут подойти не каждому, да и не каждый может их выдержать. Многие советуют прочесть книгу Алена Карра «Лёгкий способ избавиться от курения». Считается мировым бестселлером, который мог избавить от пагубной привычки множество людей. Советы, как бросить курить. Проработать с психологическим фактором курения. Займитесь спортом. Откажитесь от алкоголя. Он провоцирует желание закурить. Осознайте, наконец, что всю суть проблемы и примите волевое решение. Ешьте семечки или конфеты, когда захочется закурить. Найдите себе постоянное увлечение, которое будет отвлекать. Избавьтесь от всех атрибутов курения и сигарет. На городских пляжах Махачкалы купание запрещено. Управление Роспотребнадзора по республике информирует. Уровень бактериального загрязнения морской воды в черте Махачкалы превышает допустимые нормы в 3-4 раза, что может стать причиной возникновения и распространения среди населения острых кишечных заболеваний. В черный список попали пляжи Березка, Прибой, Джами, Черные камни, Загородный и Городской пляж. Основная причина загрязнения морской воды в прибрежных зонах – непрекращающийся сброс неочищенных канализационных и поверхностных стоков Каспий. Новости культуры Министр культуры Зарема Бутаева встретилась с призером Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» – выпускником Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Рамазаном Билал Магомедовым. Руководитель ведомства отметила, что талантливые дети своими победами на разных уровнях создают позитивный имидж республики. Сегодня в Театре поэзии вечер памяти. На крыльях песни и мечты. К столетию со дня рождения поэта, писателя-драматурга Магомеда Сулейманова. Им написаны многоатные пьесы, поставленные на сценах народных театров и самодеятельными драм-коллективами. Магомед Сулейманович перевел на аварский язык трагедии «Отелла» и «Гамлет» Шекспира. Поэму Пушкина Евгений Онегин. Радио России. Дагестан. Спорт. Шестеро дагестанских борцов вольного стиля выступят в составе юношеской сборной России на первенстве Европы, которая пройдет 21-23 июня в итальянском городе Фаенца. Заключительный сбор перед ответственным стартом российская сборная провела в Москве. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению Дагестанского гидромедцентра, сегодня по районам республики ожидается в горных районах в дневные часы местами сильный дождь, гроза, град. Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 метров в секунду. В горных районах юго-западный, 5-10. При грозе шкалистые усиления до 13-18 метров в секунду. Температура воздуха 32-37 градусов, по приморским районам 27-32. В горах 21-26, местами до плюс 33. В Махачкеле ожидается без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 29-31 градусов. Вода в море 25 градусов. Вы слушали информационный выпуск Вести Дагестан. Хороших новостей желает вам редактор выпуска Шарипат Шульгина, звукорежиссер Мумината Лева и я. До свидания.